друзья сегодня мы продолжаем эксперименты с автомобильными лампами ну а также узнаем какой их цвет лучше использовать в прошлых видео если помните мы уже выяснили какие лампы ярче какие надежнее и какие лучше освещают дорогу вот прошлых видео у меня не было специального прибора для замера освещенности да и вариантов было значительно меньше сейчас я подготовился лучше к тому же есть лампы с разным покрытием так что тест я думаю получится интересным приборчик называется люксометр и так для интереса давайте попробуем замерить освещенность в этом гараже и в новом здесь показывает 640 люкс ну а время зоне 1800 люкс вот это да три раза мощнее но это ладно сейчас давайте возьмем тот же самый прибор из прошлого видео только вместо солнечной батареи поставим сюда люксометр и также по очереди будем ставить сюда лампы и смотреть показатели питание будет от автомобильного аккумулятора но на всякий случай подключил к нему еще генератор чтобы он не садился и первый на тест пойдет bosch как видите он с синей изолентой на колбе ставим его в прибор и смотрим ближний свет 7300 дальние максимальное значение где-то 7000 но вместе 10300 будем немного округлять так как последние цифры это плавающее значение далее лапы кайта типа японский бренд должны давать четыре с половиной тысячи кельвинов по световой температуре ладно посмотрим ближний 5500 люкс дальний 7200 ну и вместе 10000 люкс следующая варта это уже лампочка переливашка кстати замечал что многие с такими ездят светят они довольно необычным на ближнем 7300 дальний 8200 месте 13000 нормально лампы clear light эти тоже синяя полоска и еще и плюс 200 процентов яркости я таких еще не видел если честно ближний свет 5800 странно давайте посмотрим дальний 5600 еще хуже вместе 9200 да уж она упаковки написали плюс 200 процентов может они имели ввиду минус это ладно мощность всех ламп практически одинаковая и совпадает с описанием на коробках то есть 60 на 55 ватт тут я никакого обмана не обнаружил сейчас возьмем желтый осрам говорят что на мокром асфальте их лучше всего видно это мы кстати тоже потом проверим ближний 7200 дальний свет 8400 ну и оба 12500 лампы fukuro если помните это лидер прошлых состязаний как по надежности так и по яркости но вот сегодня конкуренты уже посерьезнее чем прошлый раз да и прибор появился так что посмотрим что будет на ближнем 9200 да ладно давайте пробуем дальний 10600 да как так пробуем вместе 15700 это что-то нереальное ладно идем дальше ну а это у нас philips зелеными колпачками многие кстати просили их проверить но так давайте попробуем для начала просто в стенде что 4600 серьезно это в настоящий момент худший показатель а вот дальний как ни странно лупит уже намного мощнее а точнее 9000 вместе 10900 ну очень странные лампы лампы нарва тоже полностью синяя однако это уже более бюджетный вариант но я не могу понять как вот эта вот синяя тонировка может добавлять яркость ламп это наоборот идет срез определенного спектра может быть на белом снегу они будут казаться ярче но вот на сыром асфальте мы скорее всего не увидим такой тест думаю тоже стоит провести давайте пробовать ближний 5100 дальний 5700 вместе 8600 в общем ни о чем а сейчас для интереса попробуем обычную нарву без тонировки и которая гораздо дешевле ближний свет 7200 дальние 7800 ну вот я просто и говорил пробуем вместе 12200 вот так то похоже что тонированные лампы вообще ни к чему далее лампы пио эти уже лишь слегка голубые и тоже типа плюсовые давайте пробовать ближний 7600 дальний 8700 вместе 13000 люкс нормально за одним попробуем голубенький остром это довольно дорогие лампы ближний 6600 дальний 7300 вместе 9700 люкс как-то не особо сейчас попробуем супер дешевую лампу луч я буду в шоке если она тут всех уделает лампа для тестов я сначала пытался найти в обычных магазинах с автозапчастями но вот выбор там очень бедный выручил как обычно я каталог в нем есть раздел авто в котором куча всего для автовладельцев в том числе лампы так вот выбор тут просто огромный абсолютно любые модели и производители но и не только с помощью фильтров выставляете нужные вам параметры в том числе ограничения по цене и выбираете подходящий товар в большинстве популярных интернет-магазинов которые объединяет себя я каталог также тут можно сравнить цены и выбрать более выгодный магазин в том числе можно добавить интересные товары в закладке и потом быстро их открыть когда это потребуется ну или добавить что-то в сравнении и посмотреть все отличия на одной странице или почитать отзывы что собственно я сделал выбрав одни из самых популярных галогеновых ламп напишите в комментариях какие лампы вы используете и какие еще хотели бы видеть моих тестах но ссылку на я каталог если что оставлю описании под видео чтобы у вас тоже был доступ к большому выбору ламп ближний 4 700 дальний 5 700 вместе 6 200 до чудес все-таки не бывает далее ультрамаяк многие зрители и в прошлом видео просили его проверить типа он тоже плюсовой ближний свет 7000 да ладно это точно маяк дальний 9000 но вместе 11 300 ну а в прошлом видео обычный маяк показал себя намного хуже еще одна синенькая лампа от компании скт почему-то многие водители очень любят такой голубой огонек в общем пробуем ближний 5 200 дальние 6 500 вместе 9 400 люкс и последний вариант general electric тоже кстати неплохие лампы если судить по прошлым тестам ближний 7 800 дальние 8100 вместе 13000 люкс ну нормально такое сравнение конечно же хорошо но после установки лампы фару все сильно меняется ну а точнее многое будет зависеть от покрытия этой лампы от размера и местоположения нити накала то есть может быть такой вариант что спираль находится не в том месте в итоге свет пойдет весь в космос то есть помогать инопланетянам ну и слепить других водителей ну а когда тут настроено все правильно то отражатель в сочетании с рассеивателем начинает направлять свет именно туда куда нам нужно то есть перед собой и по периферии и в тот же момент должна быть четкая граница чтобы не слепить встречку сейчас будем проводить уже более реальный тест для этого я взял вот такую фару автомобильную сделал к ней крепление для штатива но вот в этот раз пара не от какого-то там древнего nissana от по-настоящему крутой тачки то есть от новой пятерки в общем я уже все подготовил то есть установил неподвижно фару камеру и сейчас по очереди будем включать каждую лампу в данном сравнении сделать правильную оценку довольно сложно поэтому я просто вставлю все кадры с разными лампочками друг за другом сначала только ближний свет потом также дальний ну а вы уже сами все решите камера стояла в ручном режиме по настройке яркости так что передавала все как было на самом деле скажу лишь свои наблюдения мне очень не понравился свет от синих ламп они реально как будто в тонировке и светят намного хуже а вот светло-голубые лампы светят уже более-менее неплохо еще мне не понравился свет от перелива шик очень темно и много разных цветов в отражении что лично меня раздражает но опять же это на любителя однако на простых лампочках как мне кажется света намного больше я кстати опять проверил лампы на синее свечение и как ни странно этого эффекта опять ни у кого нет кроме фукура то есть если в темноте ее выключить то какое-то время ее колба продолжает светиться синим цветом не знаю что такое там закачали японцев эти лампы но видимо из этого они дают такой более приятный белый свет и в тот же момент значительно ярче потому что у них нет вот такой синей тонировки помимо прямого света стоит проверить яркость фары на периферии ведь часто на дорогу выбегают разные дикие животные в том числе пьяные то есть от качества ламп зависит то насколько быстро вы сможете увидеть и оценить опасность на дороге сейчас давайте сделаем макет одного из животных картон для этого думаю подойдет вот такой вот у нас получился кабанчик в идеале его еще нужно покрасить черной краской чтобы он был менее заметным о посмотрите какой классный рисунок получился на капоте акулины но это ладно ждем темноты и устанавливаем зверя в засаду но давайте оценивать на каких лампах будет лучше видно дикого зверя в общем я все покажу а вы делайте выводы исходя из сегодняшних тестов можно сделать вывод что яркость ламп зависит не только от их цвета но и от производителя однако мы сделали сравнение только на снегу но вот самая плохая видимость обычно бывает в сырую погоду весна у нас пока еще не наступила но думаю очень скоро весь снег растает и можно будет продолжить поэтому ставьте палец вверх если вам интересно продолжение темы ну и конечно же подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые тесты ну а с вами был денис механик спасибо за внимание и пока ах да чуть не забыл краткие выводы и по всем моим экспериментам включая сегодняшний вы найдете в моем инстаграме ссылку на него как обычно оставлю в описании пока пока пока